Книга «Открытым оком». Тема «Священство». Том 27. Вопрос 3925. Незадолго до объединения ваш епископ Евтихий выступал против сергианства. Как же так стало, что он вдруг воспринял это сергианство во всей его монументальности и беспокоенности? «Выходит, стал настоящим сергианцем навсегда?» – отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Вопрос бы этот по адресу отправить надо, а не ко мне присылать. Догадок много, мысли есть, но дело им уже сделано, и будет ли дано осознать? Я всегда молюсь за него. Он так долго нас терпел. Сегодня епископская власть опирается на каноны карательные, но многое они могут, что многое они могут, только о благовестии они не рекут. Как, например, у нас в деревне обманом поселился подполковник милиции Дружинин Г.П. И однажды в полупьяном, своем обычном состоянии, прохрипел мне. «У меня очень большие связи и знакомства в органах. Я много могу вам зла сделать». И мог бы, да, внезапный инсульт помог нам не пострадать от его угроз. Цитата. Вот это и есть, в кавычках, «свет сергианского принципа». Разве вы не знаете, что, будучи последовательно верным духу декларации 1927 года, митрополит Сергий на весь мир заявил, «В России нет узников за веру, есть политические преступники». Нет, не выйдет у нас оправдание сергианству по аналогии со святой литургией, совершенной в тюрьме. Есть выход, есть основания утверждать, что как декларация 1927 года, так и вся церковная политика сергианства является ничем иным, как навязанным насильно под страхом смерти и смерти безбожной властью большевиков, позорным ермом, надетым на церковь. Но вот та власть пала, с нею упраздняется и ермо. Клятва, вынужденная у человека под страхом смерти, незаконна, недействительна. Человек свободен от нее и юридически, и морально. Это общечеловеческий цивилизованный закон. Нет нам, говорят, никакое не ермо, никакого освобождения от него нам не нужно. Речь идет о богомудрой и честной церковной политике. Ваше ополчение, говорят нам, из-за вашей кровожадности, стремления выкопать несчастного Сергия и запинать труп ногами. Не согласен, если грех, начатый им, живет и после смерти, то он мучает душу покойного, и надо его прекратить для облегчения страдающей души. Не мною сказаны слова, упорство в сергианстве есть ересь. Но и я скажу, истинно так и есть. И подпишусь под этими словами. Епископ Сибирско-Ишимский Евтихий Курочкин. 27 февраля 2006 года. По скрипту. Хоть и забывают что-то сегодня. Но однако знают о катакомбной церкви в России многие. Много написано, много издано. Но есть еще одна церковь истрадавшаяся, которая была не в катакомбах, не за рубежом. Она была внутри Московского Патриархата. Так мало она известна. Это молчаливое большинство прихожан и рядового духовенства, которым никто не давал голоса, но от имени их вещали, которых обманывали и гоняли, которых восхваляли такими, какими они страшились быть, которых презирали и предавали их интересы. Абсолютно их большинство уже сошло в могилу. На место их пришли другие миллионы, которым нужно что полегче, не обременяющее их совесть и ответственность. Но есть и наследники совестливой, в кавычках, истрадавшейся церкви. И они, как отцы их и деды, несут в себе молчаливую надежду. Когда-то скажут правду вслух и освободят нас от клейма неправды. Что ж, были они на панихиде по Сталину и Брежневу, были на молебнах в честь годовщин проклятого октября и пели многолетия властям и воинству безбожных, но не соглашались с этим и ждали правды. И вот она рядом, но вдруг говорят о ней, она не нужна. И что же, невеста, бежавшая от красного дракона в пустыню, РПЦЗ поддакнет. Да уж, действительно, кому она нужна, эта правда, забудем ради нашего объятия. Объятия с теми, перед кем в бессилии молчит истрадавшаяся миллионная русская православная церковь. Вгляжусь попристальней. Она ли это, непорочная ли дева, идет из пустыни? Или кто другой под именем ее, никогда не бывавшей здесь и чуждой России? «Господи, помоги мне не ошибиться, Господи, да не лап занять и дам я каиуда!» Евтихий Книгаева 6.15 «Но братья мои неверны, как поток, как быстро текущие ручьи» Псалом 77.8.57 «И не быть подобными отцам их, роду упорному и мятежному, неустроенному сердцем и неверному Богу духом своим, отступали и изменяли, как отцы их обращались назад, как неверный лук». О, вольно отпущеница, Если вспомнится, О, если забудется пленница лет, По мнению многих, душа и паломница, По-моему, тень без особых примет. «О, в камне стиха, даже если ты канула, Утопленница, даже если в пыли, Ты бьешься, как билась княжна Тараканова, Когда февралем залило равелин. О, внедренная, хлопача об амнистии, Кляня времена, как клянут сторожей, Стучатся опавшие годы, как листья, В садовую изгородь календарей». 1915 год. Борис Пастернак.